Ирина, привет! Ты уже изучила план мероприятий на ближайшие два дня? Привет, Татьяна! Обязательно расскажу и познакомлю наших телезрителей с программой выходных дней. И начнем с культурных мероприятий. 8 июля на летней эстраде в музее-заповеднике Горки Ленинские пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Семьи, Любви и Верности. Своим творчеством зрители порадуют солист Государственного Академического Русского Народного Ансамбля России имени Людмилы Зыкиной Михаил Гаврилов. В исполнении музыканта прозвучат русские, неаполитанские, советские песни, а также старинные романсы. Вход на мероприятие свободный. Начало 12 часов. День Семьи, Любви и Верности отметят в разных поселениях. В 11 часов утра праздничные мероприятия начнутся в поселке Володарского, в 12 часов – Молокове, и в 6 часов вечера концерт ждет жителей поселка Измайлова. А 9 июля в Центральном городском парке пройдет конкурс рисунков и поделок «Самое видное лето». На мероприятие приглашаются дети и взрослые. Начало в 11.00. Арктика, Дальний Восток, Крым, Сочи, Москва, Венеция, Украина, Сирия, Финляндия. Такова неполная география выставки нашего коллеги, телеоператора Владимира Гриневича. С интересным названием, репортаж в кадре и за кадром. В экспозиции будет представлено 120 фоторабот. Открытие выставки состоится 11 июля во вторник в районном историко-культурном центре в 10 часов утра. Вход свободный. Посетить экспозицию можно до конца лета. Ну и спортивная афиша. 9 июля пройдет важнейший матч в чемпионате России по мотоболу. На городском стадионе встретятся команды «Металлург Видное» и «Колос Тавропольский край». Эта игра решит судьбу золотых медалей. Наша команда всего на 1 очко. Впереди «Колоса» начала матча в 17.00. Обязательно приходите болеть за наших. Конечно, это не все мероприятия, но я постаралась рассказать о самых интересных. Татьяна. Спасибо, Ирина. Думаю, что со стадиона в эти выходные можно не уходить. Продолжение следует...